Найти свободное время для развлечений Тео не так-то просто. После участия в Евровидении гастроли артиста по всей стране не прекращаются, так что в редкие свободные дни певец отсыпается. Попробовать что-нибудь эдакое Юра хотел давно и среди самых заманчивых вариантов необычного отдыха рассматривал прыжок с парашютом и гоночную трассу. Всегда мечтал, всегда хотел, но как-то вроде мимо прохожу, вот сейчас хожу. А, нет, не успею, не успею, там какие-то дела. Не могу себя назвать прям экстремалом. Вообще по жизни есть у меня одно правило, если рисковать, так во имя чего-то. Просто так рисковать, мне кажется, это несколько бессмысленно. То ли просто потому, что я такой человек, то ли у меня несколько другое отношение к своей профессии, мне кажется, моей профессии экстрима хватает. Поэтому все-таки к экстремалам я в себя, наверное, не отнес бы, но вообще люблю увлекаться. То есть меня могут увлекать какие-то вещи, о которых я даже никогда, может быть, не думал, но вот, а почему бы нет. Со скоростью у Тео взаимоотношения особые. Артист называет себя одним из самых злостных нарушителей. Несмотря на то, что певец редко превышает скорость в 200 км в час, дорожные камеры его фотографируют так же часто, как и папарацци. Уважаемые сотрудники ГАИ, не по своей воле, очень часто бывает, когда из одного города в другой нужно переместиться крайне быстро. Выступления так случаются, что бывают в один день, одновременно практически в городах, поэтому приходится несколько нарушать. Я вообще люблю фотографироваться, а вы знаете, камера, которая находится на трассе, это что-то из этой области, поэтому позирую часто. Позирую часто, правда, немножко бьет по кошельку. И вообще мой талон, он, конечно, исписан уже нарушениями из-за превышения скорости, но я на пути к исправлению. Но могу сказать точно, что в городе я не нарушаю абсолютно. Я езжу сугубо по правилам. Я себя чувствую космонавтом. Вне зависимости от опыта вождения, за руль карта может сесть любой. Главное, необходимая защита и нехитрое правило поведения на трассе. Не жать на все педали сразу, намеренно не таранить соперников и не выходить из машины. А тут тесно, я вам скажу. Небольшой инструктаж перед стартом и экстремальные VIP-выходные ТО начались. Вот так, блядь. А не умирается, не умирается. Сери, сери, сери. Апсисто, блядь. О, да. Товарищи мои, сейчас ситуация просто взняется, потому что мы в городе торопед отгоняем массу соперников. Опа-на. Бой. А сейчас мы поиграем в догонялочке. О-ха-ха. 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 Вот это скорость, друзья. О-ха-ха. Это вам не просто, не сброс, друзья. О-о-о, что я вам скажу, ребята. Это было круто. Кстати, заезд со случайными гонщиками Юрий выиграл, показав лучшее время круга. Хотя не за вкусом победы, а за скоростью артист решил вернуться на трассу при случая. Выходные случаются нечасто, но тем приятнее будет разнообразить их подобными эмоциями, решил Тео. Ожидал экстрима, ожидал скорости, но получил еще больше, потому что я получил несколько ДТП с ветерановыми девушками. Это приятно. Скорость, мне понравилась динамика машинки, как она резво и лихро набирает скорость. Конечно, первый круг пришлось так немножко приноровиться, опробовать, почувствовать, как она себя ведет. Ну, а потом уже так, не в щадящем режиме. На газ, на газ, на газ. Ну, это иногда тормоз, тормоз. Супер, круто. Я буду ходить, реально. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Даже если кто-то желает похудеть, не обязательно бегать, не обязательно кардио-тренажеры. Картинг, друзья. Рекомендую. Есть, есть адреналин, но ощущение, когда есть скорость, это все больше скорости. Трасса, она не позволяет так прям разгоняться до каких-то сверхскоростей, но здесь есть свой экстрим, вот именно вот эти вот крутые повороты, заносы. Я получил больше, чем я ожидал. Это очень здорово.